МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Опенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Спецсредства для профилактики. Как в Сарове дезинфицируют общественный транспорт? Не паниковать и ждать официальной информации. В салоне путешествий Бон Ваяши рассказали, что делать тем, у кого отменились поездки из-за коронавируса. Подготовка к дачному сезону, как ухаживать за всходами. Далее расскажем по всем подробно. По состоянию на 30 марта в России коронавирусной инфекцией заражены практически 2000 человек. При этом 25 из них заразились уже внутри страны. Они привезли инфекцию из-за рубежа. Они подхватили коронавирус от членов своей семьи в пассажирском транспорте или на работе. В Москве, Подмосковье, Мурманске и Калининградской областях ввели режим полной самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью. Поездок на работу, если вы обязаны туда ходить. Для похода в аптеку или ближайший магазин за продуктами. Выгул домашних животных на расстоянии 100 метров от дома. Необходимости вынести бытовой мусор. Режим самоизоляции премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить на всю Россию. Сырое предприятие, продолжающее свою работу, вопреки указу губернатора Глеб Никитина, приостановят в судебном порядке. Горожанам рекомендуют сообщать по телефону 02 о нарушениях самоизоляции лицами, находящимися на принудительном карантине. Таких в Сарове около 100 человек. Случаев заболевания по состоянию на 30 марта в городе не выявлено. Горожанам также следует помнить, что РЖД имеет право не допускать на поезда и снимать с рейсов лиц, у которых выявлены симптомы простудных заболеваний. К другим новостям. В Сарове пока не прекращена работа общественного транспорта. Автобусы перевозят людей, которым необходимо выходить на работу, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. После каждого рейса транспорт обрабатывают специальными дезинфицирующими веществами. Эпидемия коронавируса в нашей стране распространяется на данный момент. В России заболело более полутора тысяч человек. В Сарове инфицированных нет. Все усилия властей направлены на профилактику и предупреждение распространения болезни. Один из шагов – дезинфекция автобуса Горавтотранса. Для этой цели мы приобрели соответствующее оборудование, дезинфицирующее средство, которое помимо дезинфекции обладает моющими, чистящими и дезинфицирующими свойствами. Убивают бактерии, грибы, вирусы и микробы. Оно является нейтральным средством, не имеет запаха, цвета. Сотрудники Горавтотранса надевают на себя спецодежду, маски и очки, берут в руки специальные баллоны с раствором и опрыскивают весь автобус внутри. После чего тщательно протирают кресла и поручни. По словам Игоря Кузнецова, обработка транспорта проходит три раза в день – утром, днем и вечером. Что бы хотелось мне сказать пассажирам, чтобы они расплачивались картами, потому что передача денег из рук в руки – это все-таки негатив и может отразиться на здоровье как самих пассажиров, так и моих работников. Также сотрудники Горавтотранса настоятельно просят граждан соблюдать правила гигиены, меньше ездить на автобусах и не выходить из дома без необходимости. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Срок начала основного периода единого государственного экзамена будет перенесен на 8 июня. Основного государственного экзамена для обысканников 9 классов – на 9 июня. Такие решения готовятся Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов. С такой просьбой первый представитель Русской Православной Церкви обратился к прихожанам во время проповедей в Храме Христа Спасителя. По его словам, церковь призывает строго исполнять предписания властей по минимизации контактов. Патриарх особо подчеркнул, что не стоит слушать тех священнослужителей, которые настаивают на регулярном посещении храмов верующими даже в период пандемии. Многофункциональный центр перешел на новый режим работы. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с понедельника 30 марта МФЦ работает строго по предварительной записи и сокращенному графику. С 10 утра и до 2 часов дня в будние дни и с 9 до 13 часов выходные. Запись на прием по телефону 9 90 88. С 15 апреля после рождения ребенка сертификат на материнский капитал будет оформляться автоматически. Как только родители зарегистрируют малыша им выдадут свидетельство о рождении. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Таким образом, родителям не нужно собирать справки и делать запрос на выдачу сертификата. Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно от других ведомств. Несовершеннолетний саровчанин избил сотрудника одного из саровских СМИ за то, что в 2018 году журналист выпускал статьи про его причастность к группе АОЕ. Кроме того, в полицию обратилась женщина, которой тоже нанесли телесные повреждения. Но саровчанка в момент избиения была в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, кто ее избил и где. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Два случая повреждения имущества произошло в Сарове. Первый – на улице Московской. Неизвестный повредил лобовое стекло автомобиля марки «Опель». По словам сотрудников полиции, машина заявителя была припаркована по всем правилам ГИБДД и препятствия другим не создавала. Второе повреждение имущества произошло на улице Зернова. Автомобиль «Лада Гранта». По правой боковой стороне в результате осмотра было обнаружено механическое повреждение в виде царапины, которая была распространена от заднего бампера до переднего крыла, предположительно нанесенная гвоздем или ключом. В одном из домов по проспекту Музруково произошла кража. Неизвестные украли электроинструмент. В данной квартире проводятся ремонтные работы, поэтому во время отсутствия строителей квартира была в свободном доступе, то есть она не была закрыта. Электроинструмент принадлежал не собственнику квартиры, а как раз тем строителям, которые осуществляют ремонтные работы. В связи с коронавирусной инфекцией сотрудники правопорядка рекомендуют всем гражданам оставаться дома, отменить все походы в гости, в магазин и другие общественные места. Уважаемые жители Сарова, в Нижегородской области действует режим повышенной готовности. В связи с этим требуется оставаться дома, необходимо находиться на самоизоляции, не посещайте общественные места, воздержитесь от семейных праздников, не собирайтесь в группы, в том числе на улицах, придерживайтесь максимальных мер безопасности, не подвергайте себя других людей риску. На дорогах за минувшую неделю произошло около 10 ДТП. Пять водителей задержано в состоянии алкогольного опьянения. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Из-за введенных ограничений молодые не могут сыграть свадьбы. В ЗАГС могут прийти только 10 гостей. Мы рекомендуем, носит такой рекомендательный характер, чтобы торжественная регистрация, если запланирована, где масса людей, приглашенных, будет большая, то либо перенести, может быть, торжество на другой день, либо все-таки ограничить количество людей, приглашенных в отдел ЗАГС. Потому что в целях профилактики все-таки рекомендовано на данном мероприятии быть не более 10 человек. Поэтому, если эти меры предосторожности сами будут соблюдать вступающий брак, то ограничений в регистрации брака вообще никаких не будет. В целях профилактики сотрудники ЗАГСа рекомендуют горожанам подавать заявление на регистрацию брака через портал госуслуг или многофункциональный центр. Также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в период с 30 марта по 3 апреля отдел ЗАГС будет работать по новому графику. С понедельника по четверг с 9 до 16 часов государственная регистрация рождения. С понедельника по субботу с 8 до 16 государственная регистрация смерти. Обед с 13 до 14. В целях безопасности сотрудники ЗАГСа убедительно просят обращаться лично только в случае и крайней необходимости. Россия полностью закрыла международное авиасообщение. А при остановке всех рейсов, в том числе внутри страны, заявила авиакомпания «Победа». Росавиация предложила правительству ограничить авиационные сообщения внутри страны с целью предотвращения распространения коронавируса. Миллионам россиян приходится отказываться от своих планов на отпуск, о том, как быть с туристическими путевками, как вернуть деньги за путешествие, которое не состоялось, и о перспективах для туристического бизнеса в России. Расскажем далее. Практически пустые аэропорты, закрытые отели, горнолыжные трассы, безлюдные улицы в курортных городах. Коронавирус затронул все отрасли, туризм не стал исключением. С 28 марта до 1 июня временно приостановили свою работу в России гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. Отдых за рубежом также приходится отменять. Самое первое, что я хочу попросить всех сказать, не надо впадать в панику. Никогда не было такой ситуации, тем не менее. Ситуация немножко нештатная. Тем не менее. Первое, соблюдаем спокойствие, не нервничаем, не слушаем тетя Маш, тетя Клав. И куча фейк-ньюс, которых сейчас буквально обрушилась на все соцсети. Это вот просто бич, мне кажется. Вот в теперешнее время все в какой-то истерике непонятной. Просто все спокойно, рассудительно смотреть. Тем, кто должен был лететь на отдых в апреле, туроператоры предлагают перенести отпуск на более позднюю дату. Все суммы задепонированы, в том числе можно забронировать отдых на следующий год. Туры забронированы по выгодному курсу, то есть в любом случае можно рассматривать это как удачное вложение денег. Почему лучше все-таки забронировать конкретную путевку, а не оставить на депозировании? Ну, если туроператором на что-то случится, у нас будет на руках путевка, у нас будет следующая подушка безопасности, это страховая, которая должна вернуть деньги за путевку. В каком объеме, тоже не могу сказать. Они не стопроцентные, к сожалению, как практика показывает, но тем не менее, что-то вам должны вернуть. Если вы забронировали поездку в нормальном проверенном агентстве, волноваться не стоит. Надо набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Если туристы бронировали отели по России без участия турагентств, сотрудники салона Бонвояж советуют просить переноса даты. Что касается перелетов по России, туроператоры также рекомендуют подождать официальной информации. Хочется еще, кстати, сказать про тех, кто забронирован на июнь, июль и на более поздние даты. Пожалуйста, не торопитесь. Не торопитесь. Вы денег все равно своих не увидите. В итоге ситуация нормализуется, а вы останетесь без отдыха и вы успели, кто успел забронировать по хорошему курсу, сидите, радуйтесь. Лучше пусть отменяют официальные власти. Все вопросы, связанные с бронированием путевок и в их агентстве салон Бонвояж будет оперативно решать дистанционно. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Время полить, подкормить, подсветить. У дачников началась подготовка к предстоящему сезону. Пока на огородок земля не прогрелась, на подоконниках квартиры вовсю зеленеют сходы цветов, овощей. Что главное в пестовании рассады, что нужно делать весной, чтобы осенью получить богатый урожай. Об этом в нашем следующем репортаже. Пшиканье пульверизатора все чаще звучит в квартире Любови Мансуровой. Рассада помидоров и перцев зашла, а это значит, что теперь надо следить за влажностью почвы и не допускать ее пересыхания. Уход за тоненькими сходами должен быть особенно аккуратным и тщательным. От этого зависит будущий урожай. Поэтому каждую свободную минуту Любовь посвящает рассаде. Поливать, где-то подбавить землички. Я не прибегаю ни к каким поливам что-то покупать, какие-то ядохимикаты. Это ничего, все чистое. Поэтому вовремя полить, перевернуть, если нужно, потому что они тянутся к свету. Садово-огородный опыт у Любови небольшой. Всего 6 лет назад она занялась самостоятельным выращиванием фруктов и овощей. В ее семье дачный сезон начинается не с копания грядок, а спасибо семян на рассаду в феврале-марте. Семь рассаду, стараемся за ней ухаживать, лелеем ее, чтобы она взошла, потом, чтобы ее распекировать, готовим посуду для нее, все это мы потом землю покупаем, но часть мы, конечно, земли с осенью заготавливаем. Очень тщательно Любовь выбирает семена овощей, с учетом особенностей климата и сроков плодоношения. Не всегда и все проходит гладко, иногда случаются промахи. Любовь анализирует свои ошибки, чтобы в следующем сезоне их не допустить. В прошлом году с рассадой была проблема именно у меня, потому что люди говорили, что у них все хорошо, но у меня была проблема. Рассаду я посадила, но она плохо сходила у меня. Начинающим дачникам Любовь советует не огорчаться при неудачах, а пробовать новые сорта, менять технологию выращивания, изучать агротехнику и советоваться с опытными огородниками. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова